это следующая уже история эта работа свежая у нее есть очень хороший результат пока первичный на снятие шоу просто его смысла нет показывать а я просняла специально его пошагово для того чтобы просто показать как она происходит это кстати та девушка которому вести было пластику смотрели в самом начале с трансплантатом это вот у нее вся полуста в таких рецессиях что и получается нужно было в 27 лет все зубы удалить у меня нету показания органетического лечения никак давайте возвращаться дизайн от зенита хирургическую точку от зенита в хирургическую точку обработка мобилизация до эпидемизации анатомических сосочков трансплантат тоже такой себе а там все вместе вот так же это его вообще один в один только здесь не еще хуже трансплантат достался там там хоть на три зубы я его так растянула здесь вообще на 2 но здесь невозможно и оставить без пластического материала эти тоже как бы зубы потому что там совсем плохо я видение все расскажу для всех пациентов она одинаковая как протокол мы его просто запишем и и все это спустя месяцев 5 по моему где-то послеготурные свечи послеготурные сатуральные свечи вы имеете ввиду бывает не у кого-то не рассасываются вот у меня бывают такие да но если он беспокоит если он свечи образует я знаете что делаю я делаю анестезии прям там какие-то его достаю и все можно да вот чем-нибудь тоненьким просто его вытащить или стригану но вот именно вот есть пациенты у которых не резорбируются резорбируемые не все ну бывает такое тоже случается ну вот и у этой до пациентки тоже операция семнадцатого года долгосрочный длительный результат у нее все все хорошо а вот это очень удивительно абсолютно не наш типаж очень крупный высокий мужчина с крупными краниальными признаками абсолютно не астеничный такой спортивный подтянутый но и не худой и не узенький такой крепкий под два метра ростом полный род генерализованных лицессий ортодонтии не было у него сахарный диабет первого типа я не знаю насколько это повлияло на развитие атрофического процесса есть сомнения все таки что он первичен тут как бы как и почему мне все таки кажется что у него ну вот то что прикус как-то не совсем корректные может быть здесь было причины выбивающиеся из нашего фенотипии вот традиционный такой молодой человек который редкие посетители моего кабинета все вернусь да вот так дизайн выглядит депетализация здесь хорошо видно что вы как расщеплены межзубные пространства и что над зенитом скелетированная кость все та же самая песня малюсенький трансплантат на пол на 15 миллиметров который получился ну вот он четыре с половиной миллиметра четыре с половиной миллиметра от вы разрезали пополам это шнурки шнурки будут разрезать можно поставить его же нечего будет тоже его еще пришить надо ну и в общем тоже песня зубов мы оперируем 7 охватила его на 2 поэтому комбинации но надо быть должен твердомозговой оболочке она себя очень сопоставимо ведет в этих дефектах вполне хорошо работает и везде трансплантата не мешает и он не не мешает и они в общем радостно очень существуют друг с другом в этом пути потоньше берете да 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 адаптивнее просто становится она все равно конечно адаптируется когда нет когда регистратировали ее может в принципе просто сделали все то же самое на тот же как и все как все вместе через две недели я могу сказать нет еще еще недельку походить конечно гликолон очень часто вообще не резервируется у вас там наверное вода какая-то особенная железная вода у вас там может быть у них от нее у нас не резервируется гликолом ну короче нет у меня гликолом четко не рассасывается я им очень много лет и я и я очень приходят на четвертой неделе я вот сегодня попрошу вам показать 6 лет стоит я вам покажу этот узел вот серьезно это он вы узнаете я же не исключаю про воду не просто так вам сказала может быть у них вот как-то фермент на активность просто другая у нас с вами вода очень отличается на самом деле но у меня есть вопросы что из нее образуется я не провожу эксперименты на людях в продонтальные дефекты она железно понимаю что она отрабатывает и отработает а здесь у меня у меня же задача чтобы сформировалась надкосница в этой области и замыкающая вестибулярная пластинка она же ставится для этого для почему нету рецидивов у этих пациентов потому что у них сформировалась вестибулярная пластинка замокать вот я ее дела просто посмотреть что с ней делать как никакое там твердом изглая оболочка стоит это пластический материал это же лицессия устраняется мы же не дефекты костные восполняем никаких случаях или где-то если есть дефекты большие то там нет если у вас костный дефект который имеет несколько две-три стенки тогда вы его должны заполнить края потом костюму работаете и дальше поставить но это уже другая история это не сюда мы сейчас разбираем своем устранении множественных рецептах костным дефектом никакого отношения не имеет дегестенция вестибулярной картикальной пластинки это не костный дефект немножко другое у нас бывают первичные вторичные первичные когда фенотипически прорезали зубы таким образом что их корни выходят за границы вестибулярной пластинки за границы альвеолярного гребня и они начинают просто как бы просвечивать если это тонкий биотип если это толстый биотип они очень много лет компенсируются за счет объема десны и никто об этом не знает чаще всего они сочетаются с тонким биотипом это снятие швов до полгода у этого пациента очень хорошо видно объем которая дает ему вот у пациентов они она очень меняется через полтора месяца он становится очень большой он даже некоторые пациенты жалуются что как балкон у них над зубами вырастает но их надо всегда успокоить сказать что к сожалению это не всегда к трем-четырем месяцам и уровень биодеградации нарастает она начинает потихонечку сокращаться но вот подобные объемы она оставляет за собой и все равно это говорит о том что она биодеградирует с образованием на коснице иначе бы она не могла здесь стоять минимум она не могла бы там держаться ну вот такой у него очень симпатичный на мой взгляд результат я им вполне довольна с учетом что это молодой человек с инсулин зависимым сахарным диабетом но надкосницы без костей не существующие понятия понимаете же она просто плохо диагностируемая на котен я не провожу эксперименты на пациентах не вскрываю до своей работы но пару раз мне пришлось из зоны каких-то своих старых пластик удалять маляры там по не моим к сожалению по идентическим показаниям вот и да там абсолютно целостная костная лунка этого достаточно ее был с ней алексей вам на кофе брейки выйдет и всем расскажет с ней было когда-то просто забыла в каком году исследование первое ее поместили в мышцу ну в общем он расскажет вам как это все по и шагу не буду лишать его этой радости он любит эту историю очень рассказывать вот да она она становится тем куда ее помещают у нее такая стойка нет 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 если вы конвертами у меня косница слизистой это будет слизистая толщина она даст вам в любом случае потому что она медленно биодеградирует она биодеградирует от четырех до шести месяцев за счет такого медленного срока биодеградации замещение послойное соединительными тканными волокнами происходит и поэтому там образаются волокна нескольких типов кроме третьего там первое второе четвертое получается когда я просто животных сама лично оперировала и делала эти доклинические испытания с ней я знаю и все вот эти сроки они проверены не потому что я вам рассказываю это как бы этого это правда а вы расскажете на на кофе брейки тогда историю да а все мы без остановки как здорово нам еще сегодня столько а мы сегодня все теорию проходим но найдем не знаю в Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok